Начинаем. Вместо врача в кабине скорой помощи сотрудник ГАИ. Это не выезд на вызов к тяжелобольному, а рейд уступит дорогу. Организованные с целью выяснить, пропускают ли казанские водители скорую с сиреной и проблесковую маячку. Автомобиль РНО белого цвета, право прожимаемся, останавливаемся. Следом за скорой едет автомобиль ДПС. Номер машины водителя, который не уступил дорогу скорой, сотруднику ГАИ передали по рации. За подобное нарушение правил водителю грозит штраф в 500 рублей. Или даже лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. Почему не уступили дорогу? Не заметил я, не заметил. За данный вид нарушения мы водителей не привлекаем к административной ответственности, а разъясняем, что делать им и как поступать при приближении транспортного средства с ключом-прилюсовым очком синего света и красного. Рустам Садыков работает водителем скорой помощи 6 лет. По его словам, в последнее время передвигаться по казанским дорогам на скорой стало комфортнее. Хотя еще пару лет назад вежливые водители были в меньшинстве. Ситуация разная бывает. Иногда не пропускают, некоторые пропускают. Всем бы хотел сказать убедительные просьбы участникам дорожной движения, особенно водителям. Город доказали, что поступали дорогу скорой помощи. Могут быть и их близкие, родственники также в горете скорой помощи. Всем убедительную просьбу уступать. Сегодня нарушивших правила, не уступивших дорогу водителей, сотрудники ГАИ наказывать не стали. Каждому предложили пройти в автобус, где устроили показ видеороликов, в которых наглядно показано, что бывает, когда спешащие на вызов машины спецслужб не пропускают. Я уступила дорогу, как только я услышала и увидела скорую. Я смотрю вперед, я не могу смотреть назад. Я смотрела вперед. Как только я увидела, что мигает скорая, я сразу перестроилась на правую сторону. По итогам рейда сегодня были остановлены семь водителей. Шестерых из них после видеосеанса отпустили. Еще один от просмотра роликов отказался. На него составили протокол об административном правонарушении.